Музыка У нас так бывает каждый год, каждый год приходят дети, выходят сюда, а потом мы все дружно их провожаем в наш театр, в зал. Вот, играет музыка, ну, события, открытия сезона, посмотрим, какой он будет, вот, надеемся, будет удачным. Вот, таким образом мы созываем наших зрителей. В первую очередь праздник для ребенка и спектакль. Мы ходим на все спектакли, на все премьеры не пропускаем, на взрослые спектакли ходим. Не знаю, как он, я его не вижу. Нам понравилось. Нам понравилось, да. Я думаю, ему тоже нравится, потому что сидел, прям смотрел, затаив дыхание практически. В кукольный мы в первый раз пришли, вот, как-то не получалось. Ну, фееричное вообще открытие, просто волшебное. Мне, я, мне самой понравилось очень. Ну, она не отрывалась, смотрела и на все реагировала. Особенно, конечно, понравилась баба Яга. Вот это страшное, но ей, ей она забавная показалась. Мы сегодня пойдем в театр, где куклы будут показывать. Куклы там, волки. Мне понравилась бабка Ёшка, потому что... Страшное? По голосам деток, да? Баба Яга, Коще Бессмертный, Снежная Королева и другие сказочные герои встречали юных зрителей на Советской. В день открытия 82-го театрального сезона состоялось яркое представление для всех желающих под открытым небом. В этот же день на большой сцене театра состоялась демонстрация спектакля «Царевна-легушка», а в малом зале – премьерный спектакль «Аистенок и пугало». В этом спектакле нет привычных для детей прыжков, криков, кто-то кого-то догоняет. Этот спектакль направлен именно на душу. Дети учатся добро, вот прям буквально. Причем спектакль интерактивный, они помогают актерам, они там участвуют в сюжете. Вот по сдаче мы смотрели, малыши очень трепетно смотрели. Никто вот эти 50 минут, а никто из них никуда не запросился. Они с открытыми глазами смотрят, они понимают, когда с ними говорят по-взрослому. Вот этот спектакль мы говорим с детьми по-взрослому. Я даже не хочу называть это сказкой. Это спектакль для детей, для малышей. Хотя у нас кризисное время и непростое, люди действительно стали больше ходить именно на культурные мероприятия. Во-первых, их в принципе стало больше. Одно время люди больше ходили в клубы, в торговые центры, сейчас интерес перешел сюда. И это очень хорошо, потому что то, что происходит здесь, оно все-таки не просто как развлекалка, это облагораживание и культурный рост.